Всем привет, с вами Джамбу Макс и в этом видео мы поговорим о новой королевской битве. Расскажу вам о своих впечатлениях, стоит ли вообще в нее играть и расскажу вам о новом режиме добыча в новой Call of Duty. И как всегда перед началом ролика попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал для помощи в его развитии. Спасибо! Начнем с того, что наконец-то у новой колды вышел новый режим, который называется Warzone. И не сложно догадаться, что это очередная королевская битва, которая зачем-то скрывалась. Хотя, в принципе, сливы были уже давно. Если что, данный режим доступен для всех абсолютно бесплатно. Но, чтобы играть в него, нужна подписка Xbox Live Gold, ибо режим состоит из онлайна. Несмотря на уже вышедшие батл рояли, колда смогла удивить и внести нечто новое в этот режим. И давайте по порядку. Для тех, кто в танке, королевская битва это аналог голодных игр. Побеждает тот, кто остается последний. С течением времени безопасная зона сужается и вынуждает игроков встречаться все более чаще и показывать, кто из них сильнее. На карте у вас будет транспорт, лут и множество мест, где можно зашкериться, ибо без этого тут никуда. Единственное глобальное отличие от прошлых королевских битв это то, что вы не можете прокачивать оружие. То есть, либо вы берете прокаченное оружие, либо нет. И тут нельзя, например, найти прицел или ствол. Но взамен на это есть некое новшество и помимо простого лута есть еще и деньги. С помощью которых на определенных местах вы можете купить себе либо какую-то приколюху, либо восстановить павшего соперника, который проиграл после смерти в гулаге, о нем я кстати тоже расскажу. Или же купить уже заготовленный комплект, который вы собрали заранее. Это очень удобно и в то же время побуждает вас собирать деньги и направляться к зонам покупки. Но за счет этого появляется очень много кемперов, которые вызвали себе снайпу и сидят ждут новых клиентов на хедшоты. Также одно из глобальных нововведений касается возвращения в игру после смерти. Первый шанс вам дается за счет сражения 1 на 1 на карте гулаг. После смерти вас якобы берут в плен, и вы сражаетесь с кем-то таким же убитым за шанс того, чтобы вернуться в игру. Если побеждаете, то без проблем высаживайтесь там, где и ваша команда. Если же нет, то ждите пока вас напарники смогут выкупить. На самом деле это сделали интересно, это не дает заскучать, но как по мне это все-таки лишний бонус. Но несмотря на это, мне он понравился, поскольку я люблю такой режим, и мы с Виджелом очень часто в него играем. Кстати, если хотите, то подписывайтесь на его канал, ссылочка будет в описании, и приходите на наши стримы, ссылочка тоже будет в описании. В остальном это та же самая королевская битва, что и везде. Карта тут огромная, реально большая. И сделана она таким образом, что содержит в себе элементы карт, которые есть в игре. То есть как-то заблудиться реально сложно. Единственное, данная карта содержит просто море, мест, где можно зашкериться. И чаще всего, перебегая в какой-нибудь другой дом, вас встретят те, кто в этом доме сидит уже давно. Поэтому заходить в дома нужно будет очень аккуратно. Сама атмосфера режима, несмотря на быстрый темп игры колды, заметно нагнетается. Если в колде всегда по большему счету люди бежали и рашили, то тут совершенно другая ситуация. Тут люди умеют ждать, выжидать и прятаться. Тем самым создавая накал страстей и ссыкотности к проигрышу. Не, реально, потому что ты можешь получить пулю в лоб абсолютно везде. Единственный минус, пожалуй, во всем этом, это кроссплей. К сожалению, его не отключить и обладатели Xbox просто вынуждены играть против клава мыши. И тут у меня подгорает насчет этого, поскольку мышка в королевской битве против геймпада иногда дает о себе знать. Особенно на дальней дистанции. И если бы при кроссплее кидали бы на тех, кто использует контроллер, но играет на ПК, то претензий бы не было. Но в данном случае кидается на клаву и мышь, что, собственно, сразу уменьшает шансы на победу. Это вот, пожалуй, единственный минус, который я увидел. Что касаемо темпа игры, графы и всего остального, мне кажется, они тут сделали все по уму. Даже тот же ТТК они более-менее урегулировали путем бронь пластин. То есть в этот раз они сделали всего лишь три ячейки брони, то есть всего лишь три пластины, которых несложно найти. И попадаясь на команду, у всех почти равные шансы. Поскольку в том же эпиксе мне очень сильно бесило то, что у тебя простая бронь, а у кого-то уже самая легендарная. И тут сразу понятно, кто кого сольет. Помимо этого, на карте разбросаны мини-задания, так называемые контракты. Задания будут из рода захвати зону или убей тех, кого отметят на карте. И начинается некий мини-режим приговор смерти, за который можно срубить бабло. На самом деле это весьма интересно и даже дает иногда смысл выполнить эти задания, чтобы накопить денег или узнать где находится враг. Лично мне королевская битва новой колды зашла. Но топ-1 взять крайне сложно, поскольку на карте вместо привычных 100 человек целых 150. И мы с Вижелом за три дня сумели лишь один раз занять топ-1. И это кстати было на стриме, это было прям реально здорово. Но поверьте, ощущения от выигрыша, они просто великолепны. Сравнивая этот батл рейль с фортнайтем, пугом или эпиксом, я все-таки отдам предпочтение колде. Поскольку там более-менее стабильный пинг, 60 фпс и более реалистичная атмосфера режима с прикольными бонусами по типу контрактов и собственных комплектов. Какая королевская битва по душе больше вам? Пишите в комментариях. Помимо королевской битвы, в этот бесплатный компаньон вошел еще режим добыча, в котором вам предстоит добывать деньги. Вы саживайтесь в принципе на той же карте с уже заготовленным комплектом оружия, находите деньги и начинается самое интересное. На карте после какого-то количества времени отмечается топ-5 команд, у которых больше всего денег. После еще какого-то определенного количества времени станет доступна сдача этих самых денег. Вы должны добраться до этой зоны, вызвать вертолет, дождаться его и если вас не караулят, то вы сдаете деньги. На самом деле сдача денег очень похожа на сдача лута в дивизии. И смысл режима в том, что кто больше денег заработает, тот и победил. В этом режиме нет ограничения на жизнь, после смерти возрождаетесь и идете в бой. Режим очень динамичный, но тех кто прячется и ждет на зоне сдачи денег, очень много и катка простой точно не будет. И по моему мнению, колда сумела удивить и очень круто, что она дает возможность поиграть в эти режимы совершенно бесплатно. И знаете, если у вас есть подписка Голд, то я советовал бы в нее хотя бы попробовать поиграть, поскольку режимы реально клевые и самое главное они сделаны реально по уму. На этом в принципе все, если понравился видос, то ставь лайк, подписывайся на канал, пиши свое мнение по поводу режимов, понравилось вам или нет и большое спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok